привет друзья сегодня хочу с вами поговорить о помощи людям вы знаете у меня иногда спрашивают алекс почему ты не помогаешь никому почему мы об этом нигде не видим ты об этом не говоришь и не предлагаешь почему ты не отчитываешься скольким людям ты помог и почему сам никогда почти нет ни о чем никого не просишь так вот друзья я сразу на два вопроса отвечу в этом видео и своими соображениями поделюсь знаете меня родители с детства приучили к тому чтобы я не просил помощи до того момента пока я еще не испробовал все способы которые я могу испробовать сам то есть пока я не сделал все что от меня зависит и только в том случае когда у меня уже у самого не получилось и я с этим ничего поделать не могу только тогда просить какой-то помощи извне вот друзья именно поэтому я очень редко прошу какую-то помощью посторонних людей либо у друзей потому что во первых если человек сделал все что от него зависит как правило это помогает ему решить проблему и все человеку по силам если действительно по каким-то факторам от него не зависит это тогда да тогда попросить помощи можно но при этом нельзя забывать о том что ты будешь должен человеку независимо от того сколько усилий он потратил независимо от того сколько он как бы провел времени с вами помогая вам вы все равно будете должны и отдавать все равно придется либо когда вас попросят об этом это наихудший вариант либо когда вы сами увидите что человеку помощь нужна а вот за этим гораздо сложнее уследить потому что надо постоянно держать руку на пульсе жизни этого человека то есть это определенное обязательство накладывает вот и все это надо соотносить соответственно насколько вам критично ситуация в которой вам нужна помощь с ее возможными последствиями какими-то вот а то что касается помощи другим да я нигде ни в одном видео не кричу и вообще в принципе при общении с людьми что я там готов кому-то помогать кому-то что-то делать и тратить свое время и ресурсы какие-то на помощь почему потому что наверное процентов 70 людей которым я поначалу пытался помочь по доброте душевной для них слово помощи но означало сделать за них то есть не помочь им что-то сделать сделать просто за них чтобы они поменьше напрягались вот это как бы немножечко дистанцируют людей в принципе от подобных в плане какой-то помощи вот и как бы еще больше в это этому способствует то что во первых людям просят когда помощи они подразумевают сделать за них и далее если ты даже взялся помочь на первых порах чем-то и даже если ты заранее уже имея опыт негативной такой помощи заранее уже людям обрисовал рамки в которых ты им будешь помогать что ты им будешь делать и до какой степени когда ты это делать перестаешь они начинают обижаться они начинают говорить что ты человек нехороший ты им начал помогать потом их бросил они-то сами ничего сделать не могут и ты уже думаешь боже мой с кем я связался и зачем я вообще в этого все в лес когда таких людей встречаешь не один не два не три не четыре даже не пять ты понимаешь что нет вариант с помощью должен быть другой если действительно хочешь кому-то помочь что надо просто друзья смотреть на людей которые тебя окружают смотреть что они делают какие у них успехи либо неудачи чего они смогли добиться и чего хотят и просто уже обращать внимание то что сделал человек для этого то есть если человек у нас например возьмем самый простой пример хочет открыть какой-то бизнес свой начать допустим пусть это будет я не знаю резьба резьба по дереву какие-то деревянные мероприятия истории и человек пытается сделать это он там начинает покупать где-то оборудование начинает пытаться взять деньги в долг для того чтобы открыть какую-то мастерскую ну в общем что-то подобное делает но у него что-то не получается например ему там гараж не хотят мастерскую не хотят сдавать в аренду потому что он например только приехал сюда это один вариант и человек бьется мучается ищет варианты какие-то или купить или опять арендовать не выходит тогда можно как-то помочь можно уже ему предложить что дружище давай я попробую найти каких-то может быть знакомых может быть еще кого-то к тебя пустят вот безвозмездно не надо за это денег никаких просто я вижу что ты молодец ты хочешь чего-то сделать и стремишься к лучшему чему-то но не получается у тебя по объективным причинам это одно и когда человек ничего сам не сделав начинает сразу кто мне поможет арендовать когда он даже вовте не в теме вопроса и не знает как это происходит это уже другое но также абсолютно во всех аспектах бывает такое что люди говорят о мне нужна помощь спрашиваю какая помощь вам нужно играть тот нам надо сделать это и это потому что у нас нету времени мы много работаем и как бы ты уже такой репу начинаешь чесать и людям объясняет что здесь все много работы и как бы это абсолютно не причина просить помощи а тем более чтобы я бросал какие-то свои дела помогал если человек сам он просто не хочет этого делать бывает такое которые прямо говорят и когда ты им отказываешь ты слышишь в ответ но у тебя все равно есть время свободное ты все равно там дома сидишь отдыхаешь друзья я им устал повторять что если я отдыхаю то это мое дело и этим занят я могу я могу отдыхать и это для меня важно это это то чем я занимаюсь я не собираюсь бросать свои дела отдых в данном случае чтобы сделать что-то за вас потому что вы просто этого не хотите сделать обижаются народ обижаются но я думаю ко всем кто обижен и ко всем кто может говорить что-то нехорошее к ним придет еще понимание того почему это происходит как это происходит и они начнут сами действовать в принципе каких-то похожих манерах в чем-то похоже станут схожи и со мной в том числе потому что невозможно всю жизнь обжигаться на дело не за других их дел каких-то и оставаться довольным этим нет так не бывает я считаю такие у меня соображения насчет помощи другим безвозмездно я имею ввиду потому что помощь за какую-то выгоду это уже не помощь это работа а работать помогатором это дело совсем другой истории и я с этим не связаны и никак с этим не соприкасался никогда вот такие друзья дела такие истории спасибо что посмотрели пока